Открытая студия Катерина Морозова и у нас гость в студии Наталья Сметанина, участница шоу-проекта «Ифрит». Здравствуйте! Добрый день, Катя. Добрый день, слушатели и зрители. Ну, мы сегодня поговорим о предстоящем большом фестивале, который пройдет на стадионе «Строитель» уже 30 сентября. Называется он «Фрифлейм». Поговорим об огне, поговорим о вас, ну и, конечно же, чего ожидать нам от этого фестиваля. Ну, друзья, для начала, конечно же, мы пообщаемся о конкретно вас, о шоу-проекте «Ифрит». Что это такое? Почему такое название? Как вы пришли к такому названию, когда начинали? В общем, рассказывайте все с самого начала. Да, повторюсь, меня зовут Наталья, как вы и представили, спасибо большое. Коллектив «Ифрит» — это несколько человек, которые вот уже достаточно долгое время дружат с огнем и светом, растут, развиваются, и мы стараемся дарить эту энергию нашим зрителям, посетителям нашего фестиваля. Коллективу порядка 9 лет, состав меняется, но есть некоторый костяк, который идет вот из года в год. Собственно, это основатели коллектива Николай Куликов, возможно, все знакомы с ним, те, кто знаком с коллективом. Стараемся развиваться, что-то все время новое вносить. Пришли к этому, наверное, каждый по-своему, кто-то ищет чего-то нового, кто-то хочет развиваться в танцевальном искусстве, в каком-то еще. Вот мы выбрали такое направление. Наташа, ну а почему вот именно вы выбрали такое страшное для многих направление? То есть кто-то занимается танцами, кто-то вокалом, ну кто-то, естественно, этим зарабатывает. Почему огонь? Это же действительно настолько опасно. Вы такая хрупкая девушка, и вот сразу так. Ну на самом деле очень много таких именно хрупких девушек. Так, наверное, это интерес к этому именно подпитывает этот страх и желание его преодолеть, то есть стать внутри чуть сильнее. И страшно первые пару раз, потом как-то оно наоборот, этот адреналин, он заставляет двигаться вперед и нарабатывать это все, чтобы быть на одной волне с этим пламенем, с этим огнем. Ну а как коллектив вообще образовался? То есть не бывает же такого, что человек шел-шел по улице и, о, привет, а давай с тобой сделаем огненное шоу. То есть вы где-то увидели, может быть, по телевизору или услышали, что вот такое вот существует и решили в этом себя проявить. Может быть, кто-то занимался, ну допустим, танцами и решил что-то привнести. То есть вы, насколько я знаю, первые, единственные в Мурманской области, кто занимается вот именно таким видом, я даже не знаю, наверное, не спорта, а видом шоу. Ну да, это скорее искусство, ну мы так называем, а мы не единственные, то есть эта сфера разрастается, в том числе и в Мурманске есть ребята, которые тоже когда-то занимались нами, потом свой коллектив создали. В прошлом году мы чудным образом открыли для себя коллектив в Никеле, и у ребят очень хороший уровень кручения. Я сама случайно, на самом деле, попала в социальную сеть, была не очень такая прям актуальным источником рекламы тогда, лет 6-7 назад. Но да, я увидела у ребят объявление, что им нужны девочки, но тогда им нужны были с таким танцевальным направлением. Я, в принципе, понимала, что я могу, я там танцевала в детстве, в школе, я подойду, и когда я к ним пришла, они мне говорят, ну зачем ограничивать себя только танцами, на, попробуй. Сами ребята получали свои навыки от коллективов из Питера, ездили на фестиваль в Киев раньше, то есть нам был открыт доступ на тот большой международный фестиваль. К сожалению, потом в связи с некоторыми событиями в политике перестали в большом количестве россияне ездить на этот фестиваль, но там ребята получали колоссальный опыт и, собственно, приезжали сюда и учили ребят, которые вот точно так же просто... Ой, да, огонь, ну я тоже хочу, давай, а дайте я попробую. И вот мы приходили просто, и вот так кто-то оставался, и пришел, и остался, как я уже больше пяти лет, кто-то, да, уходит, свои коллективы создает. Развивается это все-таки сфера. Молодцы. Друзья, я напоминаю о том, что вы можете также к нам подключиться к диалогу, звоните по телефону 99-45-45, мы обязательно пообщаемся с вами, вы можете задать свои вопросы Наталье и расспросить обо всем, обо всем, как же можно, например, вступить в коллектив, как заняться вот этим вот огненным делом, ну и, естественно, как вы относитесь к такому вида шоу. Также вы можете присылать сообщения на Телеграм, Вайбер и Ватсап, номер его 921-708-2006, подключайтесь к диалогу, а мы продолжаем. Расскажите, где вообще черпаете идеи для своих выступлений? Идеи некоторые приходят абсолютно спонтанно, то есть нет никакой привязки, что-то иногда, конечно же, подглядываем, как и все артисты, но, опять же, подглядеть не значит скопировать, то есть мы что-то видим, так мы можем сделать, так и так, у нас есть там такие возможности, у кого-то рождаются идеи, там, если это номер тематический или, допустим, появляется идея костюма, от нее уже рождается, может быть, какое-то направление номера, соответственно, и музыки. Еще самый, наверное, распространенный вариант у меня, я где-то могу услышать очень такой затрагивающий трек, вот прям вот музыка ложится, я понимаю, что вот под него будет вот красиво. Иногда так и рождается, вот на самом деле у меня от музыки все чаще всего идет, потому что она такая прям вот двигатель, ну, какого-то внутренних вот этих вот идей рождения. Ну, у творческих людей, я так понимаю, так и происходит всегда, что-то где-то увидел, бах, и родилась огромная идея. Вот вы сказали, затронули тему о костюмах, вот сколько раз я видела ваше выступление, у вас всегда очень разнообразные, очень серьезные, очень дорогие костюмы, вы их шьете, заказываете, покупаете где-то, арендуете, может быть? То есть костюмы шьем, стараемся, да, шить, потому что и ткани нужны, то есть если мы говорим про огонь, то синтетика не подходит, потому что это наша безопасность в первую очередь, поэтому такие более-менее натуральные ткани стараемся подбирать, и в этом году тоже буквально вчера с напарницей ходили по тканям в магазины, мы поняли, что надо открывать свой ткань, потому что мало, и хочется больше. Хорошо, и стараемся, да, чтобы, если не получается разнообразить реквизит, прямо вот максимально, потому что, ну, грубо говоря, велосипед уже изобретен, и если вот есть веера и пои, ну, мы не можем сделать из них там что-то одно, поэтому, да, это стараемся разнообразить музыку, костюмы, то есть, ну, внешний вид наш. Что такое пои? Расскажите нашим слушателям, зрителям. Разновидность реквизита, в принципе, его много, и есть ребята, которые крутят какой-то один вид и совершенствуются в этом направлении, кто-то универсальный солдат, среди наших коллег они зовутся мультиспиннеры, то есть это человек, который крутит разный вид реквизита, то есть веера, ну, это стандартный, как бы, как обычный веер, только он горит. Пои – это реквизит, у которого нет каркаса, то есть там идет цепь, он, то есть он мягкий, и он сложный, честно, для меня лично, это гораздо сложнее, чем веера, потому что у него, он не имеет основы, то есть вот как ты крутишь, это вот только зависит от тебя, куда он полетит, и как это будет, то есть, такой он, именно в динамике, классный, красивый. Если с веерами красиво встал, уже красивая фотография, потому что ты девочка. А вот у мальчиков, хотя чаще всего мальчики, да, крутят пои, просто потому что как-то так случается. Мальчики, наверное, меньше боятся. Они, да, меньше боятся, это точно, потому что я вот с таким реквизитом, который не каркасный, я прям его боюсь, потому что, ну, были, конечно, случаи, все учились, и все, и шишки у всех были, и не всегда это приятно, когда эта горящая штука прилетает тебе по голове. Поэтому, да, вот кто как бы готов на это, кто вот перебарывает этот страх, то, да, те вот крутят такой вид реквизита, то есть это горящие элементы и цепь, грубо говоря. Ну, а расскажите, как происходят вообще тренировки, где вы тренируетесь, потому что я понимаю, что это невозможно сделать дома, то есть это нужна какая-то площадка. Да, есть тренировочный реквизит, понятное дело, что в условиях севера мы не можем тренироваться постоянно на улице, потому что это просто холодно. Мы тренируемся в залах, то есть зеркальными стенами, ну, как танцевальные залы, тренировочный реквизит, он мягкий, из ткани, грубо говоря, там, без фитилей, без всего, чисто отрабатывать навыки, какие-то новые элементы учить, делать постановки, потому что, ну, на улице, да, это неудобно. И когда уже все это подобрано под музыку, под движение, то есть под расположение людей в номере, то, да, уже непосредственно перед номером выходим на улицу где-нибудь ночью, когда никто не видит, когда темно, ну, да, и темно когда-то, то есть ты тоже видишь, что смотрится, что не смотрится, и утренируем уже непосредственно с огненным реквизитом. Ну, вот я думаю, что вас сложно не заметить, когда вы выходите ночью и уже поджигаете свой реквизит. Ну, стараемся, таки, более-менее открытые площадки вдали от жилых домов, машин, естественно, таких мест делать, чтобы, да, и обезопасить и жителей, и лишний раз службы спасения не приезжали к нам, ну, поэтому стараемся находить такие места. А бывает, бывает такое, да, что вы тренируетесь, допустим, на открытой площадке ночью или вечером, когда уже темно, и проходят мимо люди, видят вас и собираются в большие толпы? Ну, мне кажется, именно так случился первый фестиваль. Меня не было там, честно, я еще училась в школе, мне не было 18, поэтому я бы в любом случае не смогла там присутствовать. Но вот так ребята вышли на открытую площадку в Первомайском районе потренироваться, и люди в городе просто об этом узнали, начали подтягиваться, и в итоге собралась толпа, и вот именно тогда, наверное, родилась идея сделать фестиваль, потому что это, оказывается, интересно, ну, и люди приходят на это смотреть, так почему бы нет? То есть, получается, изначально шоу-проект Ифрита, он был просто как для себя, да, получается, вы просто тренировались и увидели людей, увидели зрителей и поняли, почему бы и нет. Да, именно тогда началось именно развитие по количеству культивов, то есть люди начали об этом узнавать, молодые ребята начали приходить и научить о нас тоже, потому что, да, когда это, грубо говоря, три человека, там, кулуарно, сами для себя, просто потому что им это нравилось, и они занимались, но об этом никто не знал, то потом однажды вот так вот, выйдя в народ, случайно, абсолютно, люди начали узнавать и как зрители, и как желающие принимать в этом тоже участие, и вот так развитие началось и у фестиваля, и у коллектива в целом. А как прошел первый фестиваль? Может быть, вы расскажете, как прошел первый ваш фестиваль? Прямо вот так, от первого лица. Первый мой фестиваль прошел очень волнительно для меня, хотя мне кажется, каждый последующий еще более волнительный, потому что уровень ответственности и внедрения в это, оно растет, и первый мой фестиваль был в «Огнях Мурманска», это было лет пять назад, когда, да, я и пришла в коллектив, у меня была маленькая роль, но уже, что это сцены, что это огонь, господи, люди смотрят, как же так, то есть это было прям очень, но из-за, как мне теперь кажется, это была маленькая площадка, маленькая сцена, маленькое количество людей, и сейчас, конечно, масштабы, когда растут, становится еще страшнее, на самом деле, потому что и уровень занятости в выступлениях растет, и уровень ответственности, если тогда я как бы понимала, что я тут сбоку, ну, новенький, что с него взять, то теперь, да, количество лет, которое я уже в коллективе, оно обязывает. Уровень, как бы показывает достойный, плюс теперь многие мои знакомые, друзья знают, что я вот там, и они приходят посмотреть на меня, от этого еще страшнее. Согласна. А с чем побороться было сложнее, со страхом людей, со страхом сцены, или все-таки выступление с огнем? Для меня страх сцены на самом деле уходит, когда ты понимаешь, вот когда именно начинается движение, и от этого тут начинаешь концентрироваться именно на том, что ты делаешь, потому что это есть партнеры, любое неверное движение, и как бы и сам будешь не с лучшей стороны выглядеть, еще можешь и партнера задеть, и он тоже там уронит резид, или что-то такое. Вот этот страх, он сильнее, потому что страх сцены, он уходит, и концентрируешься именно на себе в этот момент. Ну, о том, какие случаи были конкретно у вас и вообще у шоу «Эфрит», мы расскажем после рекламы, друзья. Вы имеете уникальную возможность подключиться к нашему диалогу, звоните 99-45-45, и пишите сообщение на телеграмм вайбер-басап 921-708-2006. Ну, а готовьте свои вопросы, а мы пока что уходим на рекламу. Реклама Продолжается программа «Открытая студия». Я напоминаю о том, что у нас сегодня огненный гость – это Наталья Сметанина, участница шоу-проекта «Эфрит». И сегодня мы говорим об огне, о его опасности, ну и, конечно же, о фестивале, который предстоит всему городу услышать. Я думаю, что это будет самый масштабный, самый громкий огненный фестиваль вообще в году. Наташ, скажите, пожалуйста, вот вы рассказывали, что проходят ваши тренировки, это мы уже услышали, поняли, и совсем вскользь затронули такую тему, как всякие разные случаи. Ну, понятное дело, огонь – штука опасная, и наверняка случались какие-то страшные, опасные истории. Может быть, кто-то у вас из коллектива получал серьезные травмы. Было такое? К счастью, нет, совсем серьезных. Просто есть, да, ребята, допустим, в Санкт-Петербурге, которые давно этим занимаются, и, в принципе, за творчеством и развитием которых тоже коллектив следит. И вот в прошлом году общались с ними, вот там прям были, но они такие из формата, вот прям первые такие российские файерщики, которые проходили через все. Но как-то, глядя на них, хочется соблюдать технику безопасности и избегать этого. Но лично мои такие, как бы прям серьезные потери от огня были... Печально, наверное, для девушки это волосы. Однажды, это, ну вот, Сучи был один из таких, из тысячи. Когда-то были у меня длинные волосы, вот, наверное, Екатерина, как у вас. И тогда мне почему-то казалось, что формат косичек, это как бы небезопасно. И вот формат какой-нибудь убранной прически был лучше для меня, и я не ошибалась никогда, как в тот вечер, вот именно как раз-таки вот этот некаркасный реквизит, который мягкий, имеет свойство... Вот эти вот плей, мы уже выучили такое название. Наматываться. И ребята, которые крутят, они там наматывают на руки. То есть это классно, красиво. Я намотала это на как бы гульку, и этот горящий элемент, ну, замотался мне на голову. Так у меня появилась челка, короткая стрижка. Ребята, конечно, в коллективе до сих пор, да, смеются надо мной, но все-таки, да, изменения были к лучшему, как они мне говорили, мне шло. Не знаю, ворали, наверное. Но больше таких вот серьезных моментов нет, хотя вот, ну, конечно же, да, там родные, особенно мама, вот, а как же вы без перчаток, вот, такие моменты. Есть, да, например, есть номер с искрами, то есть там защититься можно, но это, конечно, не очень красиво, а как бы все девочки, которые выступают на Дашу, красивые, конечно, это же фотографии, это же мальчики смотрят, как же так. И тут вот такой момент, да, не всегда это приятно. Руки, если, есть часть реквизитов, которые неудобно крутить, например, в перчатках. И ты, да, там, не щадя свежий маникюр, там, руки, крутишь все равно просто потому, что это безопасно для тебя и для зрителей, для твоих партнеров, да, работаем с голыми руками, в частности, вот девочки, например, вот я могу сказать за себя, за свою коллегу, за своего партнера. Мы крутим голыми руками, иногда, да, прилетают и следы от искры, потом несколько недель заживают, но это то, к чему привыкаешь, и как бы, ну да, иногда не очень красиво в том плане, что какие-то следы на руках, но оно вот, вот мы пришли к этому, оно вот там нравится, и мы готовы этим жертвовать. Несмотря ни на что получается, ни на какие ожоги, несмотря на то, что нет практически волос на голове, шоу «Ифрит» продолжает, друзья, вас радовать своими великолепнейшими, на мой взгляд, выступлениями. Ну, я думаю, что я не одна такого мнения. Давайте уже подробнее поговорим о предстоящем фестивале. Он уже в нашем городе проходит в восьмой раз, будет проходить, пройдет он, друзья, 30 сентября в 20 часов на стадионе «Строитель». То есть вы уже выходите на такой серьезный, центровой, я бы сказала, уровень. Знаю о том, что в 2016 году вы уже выступали в центре города, это было столетие нашего города, и вы выступали прямо на пяти углах. Многие это все видели, расскажите, что нас ждет в этом, в этом году и на стадионе «Строитель». На самом деле, как одному из организаторов могу сказать, что очень сложно каждый год придумывать что-то новое, потому что как бы реквизит вот он есть, и изобрести какой-то новый, ну, очень сложно, потому что уже изобретено все, что возможно, как-то, и мы пытаемся и в этом плане что-то придумать новое, чем-то удивить в прошлом году. Вот мы сделали крылья, которых у нас не было, и, в принципе, мы остались довольны. И картинка, и отзывы были тоже как бы классные, что ребята очень красиво. Поэтому в этом году мы решили, что, наверное, мы попробуем какую-то театральную, ну, постановку очень громко, наверное, сказать, но мы очень стараемся, это будет наш первый опыт такой общей концепции выступления, то есть не набор номеров, а вот именно, что это будет история. Придумывая мы, мне кажется, еще ее до сих пор, то есть сначала был один сценарий, и каждый раз почему-то что-то новое, что будет в итоге, я еще даже сама не знаю, потому что, мне кажется, начинаешь подстраиваться под реквизит, под музыку, под все, то есть невозможно придумать и четко идти по плану, потому что есть свои нюансы, где-то нужно переодеться, где-то реквизит замочить, где-то, чтобы он не повторялся. От этого все зависит чаще всего. Поэтому в этом году мы надеемся, что мы справимся, и у нас будет именно история. Не просто шоу, вот там пришли, час отсмотрели, и как бы просто вот разновидности номеров, а именно вот история с линией сюжетной, с костюмами, с декорациями. И для нас это будет первый опыт, мы волнуемся, честно признаюсь, но я очень надеюсь, что и зритель нас поддержит, и у нас все получится. Так что давай призовем ваших гостей приходить именно к началу мероприятия, потому что я так полагаю, что если упустить какой-то момент, то уже истории вы, ну, зритель как бы не увидит, не получится. Что-то пропадет, и все. Так что, друзья, в 20 часов 30 сентября обязательно, вот, лучше минут за 15 подойти, правильно, чтобы всем пройти. Расскажите, где приобрести билет, сколько он стоит, и насколько это все доступно? Это все доступно. Да, к слову о том, за сколько прийти, открыт стадион будет с 19, то есть, кто переживает, что он займет не самое удачное место, лучше приходите пораньше. Естественно, позаботите о том, что, возможно, будет холодно, возможно, даже мокро, то есть, мы не можем влиять на прогноз погоды, к сожалению, мы все готовы согреть, но в рамках безопасности, конечно же. Поэтому с 19 уже вход будет открыт, можно приходить, занимать места, начнется все, да, в 20.00, билеты можно приобрести в Мурманск-моле в Северном Нагорном, и электронная продажа билетов на кассир.ру, то есть, это вот стандартные точки, в прошлом году они были в этом году точно так же. Пока что 400 рублей стоит билет, в день мероприятия он станет чуть дороже на 500 рублей, можно будет приобрести непосредственно на стадионе в маленьком окошечке кассы, я думаю, все знают, все ходят на каток зимой, всех ждем, всех приглашаем, кто был, кто не был, кто не был особенно, обязательно приходите. Ну, друзья, расскажите, как вы относитесь к такому виду шоу, может быть, вас пугает огонь, может быть, наоборот, он вас завораживает, звоните 99-45-45, пишите на телеграм, вайбере, ватсап, 921-708-2006. То есть, пришло сообщение как раз, и хотелось бы спросить, на каких площадках вам хотелось бы выступить? Понятное дело, что пять углов для города это уже вышка, мне кажется, ее уже не переплюнуть, но, может быть, есть что-то такое, вот о чем вы мечтаете? Может быть, это не Мурманск, может быть, это где-то другой уголок нашей необъятной родины или вообще мировые площадки? Ну, насчет мировых площадок это прямо очень высоко, но, что касается именно мирового уровня, он настолько разный, что, на самом деле, различают русскую школу, американскую, то есть, в этом, на самом деле, есть разница. В прошлом году с коллегой моей нам повезло выступать на сцене под Ростовом, там был тоже фестиваль, фестивали по России очень много проходят, и они масштабнее, чем наш, потому что там и погодные условия лучше, то есть, как бы, там прям тепло, и можно и тренироваться, и крутить там до бесконечности. Под палящим солнцем, правда, нам не понравилось, если честно, и так жарко. И так жарко, точно. Вот, во Владивостоке огромнейший фестиваль проходит, но, к сожалению, не доехали еще просто очень далеко. И вот выступали, да, на других площадках, возможно, из каких-то вот таких вот внутренних желаний, да, это, наверное, столица, потому что там, конечно, уровень другой, и уровень и кручения, и, в принципе, организации, потому что там и с реквизитом как-то чуть-чуть попроще, и с пиротехническим снабжением, то есть, все везем оттуда, и поэтому в Урманске это так слегка ограничено. Поэтому, наверное, да, вот ради масштаба хотелось бы выступить, ну, например, в Санкт-Петербурге, потому что там, конечно, у ребят уровень представлений, в принципе, такой высокий, и прям завораживает даже нас. То есть вы хотите там выступить и показать себя, или чему-то научиться? Научиться в первую очередь в любом случае, и мы учимся, мы ездим, вот уже не первый год, на мастер-классы, конвенции различные там проходят, то есть, как бы, и ребята приезжают со всех уголков России, Красноярск, Владивосток, с Европы в этом году были ребята, и, конечно же, да, в первую очередь это опыт, потому что себя показать иногда, ну, стесняешься, а вот именно подчеркнуть, чтобы как минимум здесь вырасти в глазах наших зрителей, оно, конечно, бесценно. То есть единственное, для чего вы все это делаете, это все-таки для зрителей. Ну, очень приятно получать эти теплые отзывы, но и ты сам заряжаешься, в принципе, вот этой энергией, что ты можешь что-то красивое сделать, показать, то есть не потому что, вот, смотрите на меня, я такой классный, а потому что хочется этим делиться, то есть это какое-то вот внутреннее вот это тепло, и, может быть, оно именно поэтому в огне выражено, но очень это даже, вот, ну, само по себе-то, когда выходишь, тебе уже классно, ты заряжаешься, то есть вот прям это очень. А что нас ждет 30 сентября? Ну, понятное дело, что небольшой коллектив EFREIT не может выстоять все это время и крутить вот эти вот весь реквизит. Кто еще будет выступать на Free Flame? Будут наши друзья, которые с нами много лет, это танцевальный коллектив Арабика, Наталья Башкова, у нее огромное количество учеников, которые всегда рады с нами участвовать, и девчонки, там огромное количество девочек, и они не боятся огня, они очень... То есть они тоже будут с огнем? У них элементы, да, огня, то есть это не кручение, это танцы с огнем, но что тоже, я понимаю, что это страшно в первый раз, но они все возвращаются в следующий год, то есть как бы страшно не было, все равно все приходит. И наши друзья, это питерский коллектив, они приезжают ежегодно к нам в разном составе, но так или иначе мы их ждем, и также они будут в этом году на нашей сцене. Друзья, обязательно приходите 30 сентября на Стадион Строитель в 20 часов начала фестиваля Free Flame, будет очень огненно, будет очень жарко, несмотря на погоду, фестиваль состоится, поэтому запаситесь билетом заранее. Ну а это была программа «Открытая студия», программа для открытого диалога на абсолютно различные темы. С нами была участница фестиваля и шоу проекта «Ифрит» Наталья Сметанина, меня зовут Катерина Морозова, мы прощаемся с вами до следующей передачи. Открытая студия